Владимира Потанина, а также с положения о благотворительной программе «Музей без границ». Все документы выложены на сайте благотворительного фонда. Так как дедлайн подачи заявок на конкурс 20 декабря, с одной стороны, остается еще чуть больше месяца, и вроде времени у нас достаточно много, но с другой стороны, по итогу, как это обычно бывает, времени всегда не хватает, поэтому очень рекомендуем работать над заявкой и начинать уже сейчас. Ваша гарантовая заявка – это подробное описание вашего проекта, которое в том числе помогает вам структурировать ваш проект. В рамках конкурса «Музей 4.0» заявителям необходимо понимать, что они работают в социокультурном поле, рамку которого задает фонд. Эту рамку как раз и необходимо вычитать в документах по конкурсу. Если ваш проект не соответствует философии конкурса об открытости, о повышении социального эффекта, или ваш музей не становится пространством для диалога, что-то одно из этого или все из этого – это уже на ваше усмотрение, то шансы получить грант, к сожалению, критически снижаются. Поэтому мы призываем и смотреть наши вебинары, и в том числе внимательно изучать все документы по конкурсу и не бояться, конечно же, экспериментировать. На экране вы можете увидеть то, как выглядят основные разделы заявки на портале фонда. Обратите внимание, что выбрать номинацию вам предстоит в самом начале. Без этого основные поля заявки на портале дальше не открываются. Итак, давайте рассмотрим общую рамку того, как будет выглядеть ваша работа над заявкой. Повторюсь, номинации необходимо выбрать уже сейчас. Далее вы начинаете работу над проектной идеей, проводите анализ ситуации, проводите анализ ваших ресурсов и формулируйте цель вашего проекта. Цель проекта формулируется в соответствии с той номинацией, которую вы выбрали. После того, как вы заполните все содержательные поля заявки, рекомендуем еще раз перечитать вашу заявку и еще раз обратиться к принципам и правилам конкурса Музей 4.0 и посмотреть описание номинаций. Если вы видите, что ваша заявка, скажем так, немножечко клонит в другую сторону от той номинации, которую вы изначально выбрали, у вас всегда есть возможность поменять в портале и у себя в заявке номинацию на ту, которая больше подходит. Очень часто заявители сначала, например, выбирают номинацию технологии и инструменты, а после уже написания всей заявки они понимают, что им лучше подходит номинация, например, культура участия. Теперь переходим к номинациям. Я расскажу отдельно про каждую номинацию и покажу по несколько примеров. После каждой номинации я буду делать паузу и если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить. В конце вебинара я и мои коллеги также ответим на все вопросы из чата. В этом году заявителям все также предлагается подать заявку в одну из пяти номинаций. Это культура участия, музей плюс театр, новые вызовы, сетевые партнерства, технологии и инструменты. То новое, что в этом году получилось, это изменение сроков и приведение их к единообразию по каждой номинации. Теперь для всех проектов продолжительность проектов составляет не менее 18 и не более 24 месяцев. И также максимальный размер гранта для всех номинаций теперь до 5 миллионов рублей. Это та сумма, которую вы можете запрашивать у благотворительного фонда Владимира Потанина. Сам бюджет вашего проекта, конечно, может быть больше. Почему так важен выбор номинаций? Чаще всего грань между номинациями достаточно тонкая. Ваши проекты по большей части комплексны. Это может быть выставка, экспозиция, которая тянет за собой разные сопроводительные, образовательные, просветительские мероприятия. Поэтому ваш проект может задействовать как элемент культуры участия, например, где ваша аудитория становится равноценным партнером и помогает вам создавать ту же самую новую экспозицию. Или в ней появляются мероприятия театрального характера, которые вы создаете со своей аудиторией. Еще раз повторюсь, что мы рекомендуем начинать написание заявки уже сейчас, чтобы понять как раз после того, как вы полностью сделаете, составите вашу заявку, понять, куда именно вы больше склоняетесь, куда склоняется больше ваша цель вашего проекта и как раз грамотно выбрать номинацию. Начнем наш разбор с номинацией культуры участия. На слайде вы видите описание номинации. В номинацию культура участия подаются проекты, повышающие открытость музеев и развивающие культуру участия. Благодаря этому посетитель становится другом музея и созидательным партнером его деятельности по исследованию, интерпретации и презентации. Очень часто в проектах, которые подаются в данную номинацию, заявители путают понятие интерактивности и культуры участия. В музее под интерактивностью принято понимать взаимодействие посетителя с экспозицией. Это могут быть какие-нибудь тактильные макеты или это может быть экскурсия, но обычно это с точки зрения психологии, когда посетитель оставляет в себе свои идеи и не делится ими. Или просто он приходит в музей, взаимодействует с экспонатом, с интерактивным столом, где представлена информация. И уходит, ставив все в свое в себе. Проекта же в духе культуры участия предполагает, что музей готов отказаться от роли эксперта, который точно знает, что посетители должны услышать или узнать. И вместо этого музей становится модератором диалога и площадкой, готовой дать возможность разным людям и разным группам сообщества представлять свою позицию. Эти люди начинают выносить существенный вклад, а музей может уже сам становиться участником инициатив в своей аудитории. Какие это могут быть проекты? Это может быть создание и развитие волонтерских программ, организации, советов и клубов друзей для долгосрочного развития музея, обеспечение его актуальности и финансовой устойчивости. На слайде я выделила самого главного духа, который должен присутствовать в этих проектах. Это дух культуры участия. Вы можете создать волонтерский клуб в музее, но если ваши волонтеры будут задействованы только как вспомогательный ресурс, например, помощь в гардеробе, помощь в качестве смотрителя на мероприятие, то такие заявки не проходят. Волонтеры, участники клуба, друзей музея должны быть равноправными участниками проектов и иногда даже сами давать музею идею для реализации чего-либо. При заполнении заявки на портале вы увидите поле дополнительной сведения, оно так и называется. Это поле меняется в зависимости от того, какую номинацию вы выбрали, меняется в плане вопросов. Здесь вам необходимо будет дать обоснование, почему ваш проект подходит именно в эту номинацию. Дополнительные сведения к номинации культуры участия это ответ на следующие вопросы, представленные на слайде. К каким ценностям и интересам выбранной аудитории обращен проект и почему, как это позволит вовлечь данную аудиторию в деятельность музея, как музей учится понимать свою аудиторию и работает с ней, какое укрепление материально-технической базы музея для этого необходимо, в чем по итогам проекта будет заключаться соучастие аудитории и как это повлияет на качество работы музея и на долгосрочные эффекты от его деятельности. И мы переходим к разбору первого проекта, который представлен, стал победителем в номинации культуры участия. Этот проект прошло сто лет. Проект реализовывался филиалом Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Это филиал-выставочный комплекс Вологды на рубеже 19-20 веков. Проект победил в четвертом цикле конкурса «Музей 4.0» руководитель проекта Марина Критская. Центром данного проекта стал дневник обычной девочки Лизы, которая в истории нашего Отечества никак не... Она была обычным человеком. Но ее дневник охватывает период с 1914 года по 1923 год. Это время больших перемен в нашей стране. И команда проекта поставила перед собой цель через судьбу Лизы, показать исторически сложившийся опыт проживания периода 1917-1921 годов. Лиза записывала все свои эмоции, все свои мысли, то, что она делала в этот период. И как раз вот эти эмоции и чувства, они, по сути, команда проекта работала с нематериальным наследием, с ее воспоминаниями. И стоит еще сказать, что этот дневник никогда не публиковался нигде. К участию в проекте были привлечены люди трех возрастов. Это подростки, ровесники Лизы, люди из серебряного возраста и подсетители 45+. Молодые участники проекта как бы раскрывали опыт проживания молодежью 20 века те кризисные периоды и сопоставляли свой собственный опыт с их опытом. Участникам серебряного века предлагалось по-новому увидеть период жизни своих родителей или своих бабушек. Таким образом, команда проекта стремилась как можно больше проработать межпоколенческий разрыв, который они выявили в ходе анализа ситуации перед реализацией проекта. На первом этапе команда проекта приглашала историков, краеведов, психологов, специалистов по коммуникационным практикам, которые работали с аудиторией и в том числе исследовали сам дневник. Далее уже начался этап совместной работы музея и участников проекта. Они совместно осмысляли события, в которых погружалась девочка-подросток. И итогом стала выставка, основанная как раз на дневнике Лизы, но участниками аудитории музея они предложили сместить акценты в первоначальную концепцию. И вот выставка уже встала с учетом мнений аудитории и совершенно с другими ракурсами. Они акцентировали, они не акцентировали внимание, они решили раскрыть ее дневник как раз через ее эмоции. Также команда проекта подготовила аудиогид и видеофильм и спектакль, непосредственное участие в которых принимали сами участники проекта. И, как я уже говорила, приглашая такие разные аудитории, музей ставил перед собой задачу проработать разрыв поколений, а также приобрести опыт накопления современных воспоминаний представителей своей аудитории. Они, в том числе, одним из мероприятий было мероприятие, посвященное практике ведения личных дневников. И вот через как раз вот эту практику музей и начал работу по накоплению современных воспоминаний. По итогу проекта мы видим, что это объединенная аудитория, сначала объединенная одной темой как раз вот дневником Лизы. Она стала активным инициатором и из лояльной аудитории перешла как раз в статус инициатора многих проектов, которые будут реализовываться в будущем. Еще один проект в номинации «Культура участия» на связи. Выставка на базе комикса Фонда исследовательских, культурных, просветительских проектов «Будущее время». Проект победил в 2022 году руководитель проекта Наталья Сергеевская. Творческая группа Фонда «Будущее время» создала научный комикс, который влек в основу нескольких выставок. В центре внимания выставок «Сила идеи». Авторы проследили за тем, как идеи разных ученых и инженеров меняют нашу обыденную жизнь, в том числе объединяя и соединяя нас с помощью разных технологий. Это мосты, железные дороги, способы разной коммуникационной связи. И в проекте были приглашены несколько музеев-участников, и также музеи приглашали и подростков. Музеям и подросткам команда проекта предложила адаптировать выставку, опираясь на свой личный опыт, тематику приглашенных музеев и музейные предметы, а также на особенности города, в которых располагались музеи. Среди музеев-участников был филеал Пермского краеведческого музея, музей истории Ои-Яи, музей науки и техники Ои-Яи, это город Дубна, Московская область, Ельцин-центр в Екатеринбурге и выставочный центр «Железно» в Старом Москоле, это Белгородская область. Для музеев-участников команда проекта фонда «Будущее время» проводила вебинары по содержанию выставки и методике разработки с участием местных сообществ и целевых аудиторий. Они проводили вебинары по соучастному проектированию, по методикам работы с подростками и по строению образовательных программ на базе выставок. После этих обучающих вебинаров музей-участники проводили серию занятий с подростками в том же формате соучастного проектирования, в рамках которого авторы выставки придумывали концепцию и наполняли предметами части выставки. Стоит сказать, что и музеи-подростки работали с фондовыми коллекциями и вот такой проект «На связи» — это проект, когда у нас в арифметической прогрессии, можно сказать, развиваются разные элементы, каждый элемент работает в духе культуры участия. А что фонд исследовательских и культурно-просветительских проектов в будущее время учил музеи принципам соучастного проектирования, а потом музеи передавали это знание и уже опытным путем совместно со своей целевой аудиторией, с подростками из тех регионов, где как раз располагаются музеи, они в том числе уже и делали проекты в духе культуры участия. И еще раз возвращаемся к критериям номинации «Культура участия». И это такой небольшой чек-лист того, какой должен быть ваш проект, если вы его хотите подавать, если он, неправильно сказала, если он подходит в номинацию, если цель вашего проекта сопоставима с описанием номинации. «Культура участия». Коллеги, подскажите, есть ли вопросы в чате? По номинациям пока вопросов нету. По этим, поэтому там есть общий вопрос, на который в конце ответим. Так, тогда я возвращаюсь к презентации. Номинация «Музей плюс театр». Подскажите, переключается? У меня немножечко зависло. Да, все хорошо, переключилось. Номинация «Музей плюс театр» призвана обратить внимание музеев и театров, что используя разные сценические приемы, променады, спектакли, перформансы, эти театральные техники, они дают толчок к развитию и помогают актуализировать наше наследие посредством эмоционального влияния на посетителя. В эту номинацию подходят проекты, связанные с документами, с результатами научных исследований, когда информация, допустим, у нас находится на письменном источнике. И все это актуализируется посредством художественной и эмоционально-образной интерпретации музейного предмета. В таких приемах, в таких проектах театральные приемы работают на сам музейный предмет. Они должны его раскрывать, дополнять и объяснять его, но ни в коем случае не заменять его. В этой номинации, как и во всех других, стоит обратить внимание, что в этой номинации музейный предмет у нас идет впереди, а театральные средства, они только вспомогательное средство. И здесь стоит также сказать, что если вы ведете музейную деятельность, вам не обязательно иметь в качестве партнера музейную организацию, театральную организацию. Однако в команде проекта должен быть человек из театральной сферы, который поможет вам, например, написать сценарий, и сделать какие-то другие театральные инсталляции, потому что не всегда музейного специалиста хватит и времени изучить материал на театральную тему и правильно ее подать. Поэтому все-таки здесь мы рекомендуем, чтобы в команде был либо партнер из театральной сферы, либо специалист из театральной сферы. Так, какие это могут быть форматы проектов? Это могут быть из проекта по организации музейно-театральных лабораторий, включая их техническое оснащение. Проекты по обновлению программ для посетителей. Это сценические, перформативные практики в музее, экскурсии с театральными элементами, интерактивные музейные программы и разные другие форматы проектов. Но, например, экскурсии с театральными элементами довольно сильно распространены, поэтому во время написания заявки обратите внимание на то, что вы должны будете обосновать экспертам, о том, что нового вы привнесли в ваш проект и чем он будет отличаться от других таких же. Это обязательные условия. Самое главное, не бойтесь экспериментировать. Сейчас мы опять смотрим на вопросы, на которые вам будет необходимо ответить, более дополнительные сведения. Хочу обратить ваше внимание на первые два вопроса, в чем заключается музейно-театральная партнерство в проекте и какие театральные средства и музейные ресурсы будут использованы и почему. Опять же, перед ответом на эти два вопроса вы можете как ознакомиться со специализированной театральной литературой, так и обратиться к вашему театру-партнеру, театральной организации или специалисту из театральной сферы, которые поможут корректно составить ответ на данный вопрос. Переходим к разбору, описанию проекта. Проект «Ракеты кораблей-люди» Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в городе Калуга. Автор проекта Саватеева Марина. Проект стал победителем конкурса в 2022 году. И реализация проекта закончилась осенью этого года премьерным театральным показом, показом «Променада спектаклей». Проект был вдохновлен идеями Циолковского о космосе и развитии человечества. И команда проекта в том числе хотела работать с прилегающей территорией музея, так как многими посетителями после проведенного анализа, запроса, они поняли, что многие посетители не воспринимают эту прилегающую территорию как то же самое музейное пространство, несмотря на то, что на фотографии, можно видеть, стоят некоторые экспонаты из космической области. Проект был реализован в формате сайт-специфик театра. Сайт-специфик театра – это театральная постановка, которая проводится в уникальном месте, ранее не приспособленном для театральных целей. По сценарию зритель – это человек будущего, который попал в наше время и видит окружающую территорию как голограмму, где ему рассказывают историю развития космонавтики. Здесь музей использовал способ отстранения человека от реальности, который достигался с помощью театральных средств и с помощью правильно написанного сценария. И вот это отстранение от реальности, оно помогло музею выйти на рассказ о музейном предмете через чувство человека. Конечно, в сценарии присутствовала фактология, но сам сценарий в том числе еще писался привлеченной командой из театральной сферы. Нам иногда очень сложно понять, что чувствовали люди Советского Союза, когда в космос полетел человек, когда впервые люди начали выходить в открытый космос. И, возможно, благодаря этому, посетив этот променад спектакль, мы с вами сможем погрузиться и почувствовать, приблизить наши эмоции к тем, которые испытывали советские люди. Проект Ахматова Digital реализуется Государственным литературно-мемориальным музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме в городе Санкт-Петербург. Проект стал победителем шестого цикла, это в прошлом году, и реализуется в данный момент. Руководитель проекта Юлия Малинина. Это проект создания иммерсивного спектакля с дополненной реальностью. Он предполагает создание режиссерской экспликации, сбор фактологического материала на основе коллекции музея на Ахматовой фонтанном доме, а также разработку визуальной части спектакля и аудиальной части спектакля, запись аудио. Также на слайде вы можете видеть, что это и разработка специальной программы дополненной реальности. Перед началом спектакля каждый зритель получает планшет и индивидуальные одноразовые наушники и идет в пространство мемориальной квартиры. Навигация по пространству осуществляется через этот планшет. В нем включается аудио и видеосопровождение. Актеры читают отрывки стихов, читают отрывки воспоминаний Анны Ахматовой. Также есть музыкально-шумовое сопровождение и видеонавигация. Таким образом, получается, что посетитель, находясь среди других посетителей, имеет возможность сконцентрироваться на материале спектакля, почувствовать камерность, интимность разговора именно пространства и посетителя. В планшете, кроме подсказок, в том числе возникают сцены дополненной реальности, раскрывающие литературный материал и оживляющие подлинные предметы, находящиеся в экспозиции. Проект переводит тексты и образы экспозиции на современный посетителю язык, помогая в том числе установить эмоциональную связь с мемориальным пространством и подлинным предметом. Так как посетитель взаимодействует с мемориальным пространством, мемориальное пространство, как мы знаем и на практике наблюдаем, это всегда очень чуткое, крохотное, хрупкое пространство, и одно неверное наше действие всегда рушит эту мемориальность. Но благодаря грамотно вплетенным технологиям в этот проект зритель в том числе взаимодействует с мемориальной квартирой, не разрушая ее первоначального облика, но при этом он может наблюдать за параллельным миром через экран устройства, а также взаимодействовать с ним при помощи дополненной реальности. Проект дает возможность, театральные средства в планшете дают возможность зрителю выйти за рамки в том числе жестких временных ограничений, которыми всегда ограничена театральная постановка или спектакль, и в любой удобный момент возвращаться к ним или начинать заново прослушивать какой-то понравившийся эпизод. Также здесь стоит отметить и вспомнить стратегию музея Анны Ахматовой, где музей заявляет о том, о том, что постоянно находится в поиске новых форм экспозиционных приемов и разрабатывает для себя новые актуальные взаимодействия с музеем. И вот как раз этот проект переплетения театральных инструментов и внедрения их в мемориальное пространство с помощью технологий, это как раз стало новым для музея, и мы надеемся в будущем успешно применяемым. Еще раз рассмотрим, какие форматы проектов стоит подавать в номинацию «Музей плюс театр». Если ваш проект использует театральные средства для интерпретации, актуализации и репрезентации музейных коллекций, объединяет ресурсы и потенциал музейных и театральных организаций для презентации культурного наследия, разрабатывает новый язык общения с аудиторией при помощи театральных средств. Переходим к номинации «Сетевые партнерства». В эту номинацию подходят проекты по объединению ресурсов и потенциала различных участников институций для достижения результатов нового качества. В этой номинации невозможно принимать участие, не имея партнера проекта. И здесь хочется сказать в том числе и о критериях оценки проектов. Я к ним вернусь еще раз в самом конце презентации. Одним из критериев является наличие партнеров для любой номинации. Но в номинации «Сетевые партнерства» это имеет достаточно критическое... Это имеет особую важность. И еще раз повторюсь, в этой номинации вы не можете принимать участие, не имея партнера проекта. Партнеры проекта — это равноправные участники чего-либо. Они не являются соперниками, они готовы делиться ресурсами для достижения целей проекта. И партнеры в равной степени заинтересованы в решении проблем, с которыми они сталкиваются. Кто не является партнерами? Партнерами не являются доноры, спонсоры, контрагенты, поставщики, исполнители, волонтеры, администрации, учредители, СМИ, представляющие платную рекламу, и постоянные посетители, друзья музея, хорошие знакомые музея. Они партнерами не являются. Партнеры — это те люди, которые обладают ресурсами и обладают в том числе одинаковым с вами желанием работать над решением одной определенной проблемы. Форматы проектов, которые могут подаваться в данную номинацию. Это могут быть проекты межмузейного, межсекторного и межрегионального диалога. Проекты, которые вы можете... Это проекты, которые вы не можете, опять же, реализовывать без определенного партнера. Это могут быть передвижные, обменные, выставочные проекты, лекции, просветительские программы. Сюда же, в эту же номинацию, вы можете подавать конференции, форумы и фестивали. Однако, возвращая вас к тому, с чего мы начали, что все эти проекты должны соответствовать специфике программы «Музей без границ» и положениям принципов конкурса «Музей 4.0» об открытости, о работе с аудиториями, о повышении социального эффекта от реализации проектов. Блок в заявке «Дополнительные сведения». И здесь мне хочется обратить ваше внимание на вопрос, в чем новое качество результатов и синергетический эффект от совместной деятельности. Здесь это новое качество подразумевается то, чем этот проект отличается от всех других проектов, которые уже были реализованы в нашем музейном мире. еще раз рекомендую обратиться к форумам «Музейный гид-2022» и «Музейный гид-2023», посмотреть проекты, которые получали поддержку фонда. когда вы напишите уже какой-то блок вашей заявки, посмотреть, а не похож ли он на какой-то проект, который реализовывался уже в соседнем музее, потому что это важный критерий оценки вашей заявки. Проект «Разархивация» – это проект Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Проект, победивший в прошлом цикле и реализующийся в настоящий момент. Руководитель проекта Ирина Шалугина. Проект неждициплинарный и направлен на создание платформы для развития исследовательских и творческих кросс-культурных коллабораций по актуализации наследия декоративно-прикладного искусства в образовании и в творческих практиках. В основе проекта обширный и не введенный в научный оборот архив НИИ художественной промышленности. Этот институт на протяжении 60 лет являлся методическим центром развития художественной промышленности СССР, поддерживал традиционные народные художественные проголослы, разрабатывал методики и технологии их актуализации, а также заложил основу отечественного дизайна. Среди партнеров проекта Российский этнографический музей, Высшая школа экономики, факультет коммуникации, медиа, дизайна, лаборатория дизайна и исследовательниц издательства «Баслен». Российский этнографический музей обладает сильной музейной и научной школой и в том числе значительной коллекцией народного и декоративного искусства народов СССР и народов СНГ. И в данном случае музею ДПИ при реализации этого проекта также необходим такой ресурс в виде методической поддержки, в виде коллеги, который может где-то поправить, может где-то помочь и поделиться своим интеллектуальным ресурсом или своими наработками. Высшая школа экономики, лаборатория дизайна, у нее есть студенты, исследования которых, а также их практические разработки связаны с изучением архивных источников музейных коллекций, участием в экспедициях. И эти учебные исследования выражаются в дизайн-продуктах, в том числе у высшей школы экономики есть коммуникативный ресурс, который помогает в поиске новых смыслов, которые можно выявить как раз при изучении коллекции НИИ художественной промышленности. И издательство «Бастлин» — это тематический профиль издательства, это декоративно-прикладное народное и русское декоративное искусство. Издательство в том числе обладает и экспертами, которые выпускают тематические издания, и у него есть профильная аудитория, это профессиональное сообщество, которое читает их книги, и в том числе подготовленные материалы после исследования архива НИИ художественной промышленности музеем будут как раз обличены в издание, и издательство «Бастлин» будет уже предоставлять, так скажем, свою аудиторию для ознакомления профессионалов и всех интересующихся с данным материалом. Международный проект «Матица» — сохранение и развитие северного деревянного судостроения. «Матица» — это традиционное название «Киля поморского судна». И здесь необходимо сказать, что проект реализовывался Северным морским музеем в городе Архангельск. Проект победил в 2020 году. Руководитель Евгений Тинетов с итогами этого проекта вы можете ознакомиться на сайте проекта. Он так и называется, проект «Матица». Северный морской музей в Архангельске полностью посвящен наследию деревянного судостроения. Однако в самом Архангельске, в самой Архангельской области и вообще практически во всем мире существует множество сообществ, разных реконструкторов, реставраторов, исследователей, которые, в частности, занимаются деревянным судостроением. И музей выступил инициатором объединения этих сообществ и этих людей. В рамках проекта были проведены международный форум по практическому и историческому деревянному судостроению, семинар, курсы открытых лекций, множество разных образовательных мероприятий. Также участники проекта воплотили идею создания ежегодного праздника народного судостроения. И, несмотря на то, что музей, по сути, стал лидером в этом объединении, он не перетягивал всю инициативу лидерства на себя, а предлагал этим разным сообществам делиться своими интеллектуальными ресурсами, практиками реконструкции, практиками реставрации. И по сути объединил все вот это большое и очень разрозненное сообщество любителей деревянного судостроения в огромную профессиональную сеть. И проект стал международным, потому что в нем в том числе приняли участие профессионалы из Норвегии, США, Финляндии, Швеции. И стоит еще раз сказать, что проекты разархивации, что проект Матица, они укрепляли статус музея как центра межсекторного диалога и способствовали решению актуальной задачи, которая стояла перед ними. В одном случае это было исследование еще не исследование забытой коллекции ни народной промышленности, в другом случае это был поиск тех людей, тех частичек, тех людей, которые обладали информацией для как раз создания общего знания. И мы возвращаемся к нашему небольшому чек-листу. Сетевые партнерства для вас, если ваш проект объединяет ресурсы и потенциал различных участников для достижения результатов нового качества, то есть новых идей, проектов в вашей сфере, укрепляет статус музеев как центров музейного межсекторного межрегионального диалога и запускает межмузейные инициативы межмуниципального и межрегионального масштаба. Переходим к номинации технологии и инструменты. Здесь подразумевается, что музейные технологии это совокупность ресурсов, методов, стратегий и профессиональных действий, позволяющих музею выполнить социальные функции музея, как говорит нам музейная энциклопедия. Данные номинации это не современные технологии, то есть это не современные технические средства, как, например, мультимедиа-экраны, инсталляции разные, цифровые. И в данной номинации музею необходимо показать новые способы показа музейного предмета, новые способы раскрытия той темы, с которой они работают. Возможно использование междисциплинарного подхода, когда музеи используют знания, технологии, показы из других наук, например, лингвистики, истории, физики, химии и так далее. Важно помнить, что в данной номинации технологии, что та технология и те ресурсы, которые вы собираетесь применять, оправданы по отношению к тому музейному предмету, с которым вы работаете. То есть они не должны опять, как в номинации музей плюс театр, они не должны быть ведущими, они должны быть только вспомогательными для раскрытия музейного предмета. Все дополнительные сведения на слайде вы можете видеть вопросы, и все выбранные технологии и должны быть, как я уже сказала, оптимальны для того запроса, для той цели, которую вы формируете в своей заявке. Необходимо обосновать, почему сам предмет требует такого нового использования, новых для вас технологий. И помнить, что вот эта технология, вот этот способ показа музейного предмета, способ раскрытия темы он должен быть тиражируем. То есть другие музеи, он может быть полезен как для других музеев, эта технология может быть в том числе применима в других музеях. И здесь мне хочется рассказать вам о проекте «Следи за языком», проект Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Проект стал победителем третьего цикла, это 2020 год, руководитель Юлия Ушакова. Этот проект это выставка, которая открылась в 2021 году. Организаторы ставили перед собой задачу сделать язык объектом экспозиции, показать его в историческом разрезе и показать весь его колорит. Центром здесь мы в данном проекте мы видим воспроизведение нематериального наследия языка с помощью современных технологий. Впервые с помощью игровых практик, которые музей также разрабатывал на разных этапах реализации проекта и тех новых экспозиционных приемов, которые они привнесли в показ языка, все это как раз стало новым в работе с языковым наследием. На разных этапах команда разрабатывала игры и представляла их посетителям в рамках разных мероприятий. это карточки, какие-то интерактивные модули, но все это способствовало тому, что язык из пассивной лексики, того, что, допустим, посетитель прочитал, благодаря игре он становился активной лексики, и посетитель как бы его призваивал к себе, вводя в активный лексический оборот, тем самым этот ярославский диалект начинал жить. еще раз повторюсь, что именно проект попал в эту номинацию не только из-за тех технологий и инструментов, которые использовались, а он попал из-за того, что эти технологии и инструменты смогли открыть нам язык в новом для нас свете и ввести его как раз в активный культурный слой современного нашего общества. И проект «Клещ поймать с поличным» Хабаровский краевой музей имени Градекова. Проект стал победителем пятого цикла в 2022 году, и как раз уже скоро на картинке эта картинка «Эфиша». Как раз скоро уже будет его открытие. Автор проекта Анна Аверина. У меня немножечко бегут мурашки, похожие, когда я вижу эту картинку, но здесь мы можем опять же говорить про технологии, то, как вроде бы такая очень необычная и немножечко даже неприятная для многих людей тема, вызывает в человеке эмоцию, определенную эмоцию, и вызвав эту эмоцию, человек начинает уже по-своему интересоваться или не интересоваться, но так или иначе, вот этот дизайнерский прием, который раскрывает тему клеща, он в любом случае имеет какой-то эмоциональный эффект. и я вернусь лучше к описанию номинации, просто картинка очень такая яркая, животрепещущая, поэтому я сразу решила про нее сказать. Проект рассказывает об истории открытия вируса и истории изобретения вакцины в жанре детективного расследования. Главные герои это микробиологи, которые по купицам улик как пазл собирают общую картину. Проект мультидисциплинарен и охватывает историю, биологию, географию, медицину, экономику и социальную сферу. Все эти элементы позволяют нам по-новому рассмотреть имеющуюся в музее коллекцию. И если открыть описание этого проекта в интернете, то даже сам текст уже составлен как такой маленький рассказ в детективном жанре. Даже через текст описания мы чувствуем вот этот детектив, который будет разворачиваться в самой экспозиции. В рамках гранта было проведено исследование истории изучения клещевого энцефалита. на территории Хабаровского края поднимались архивные материалы 30-70-х годов, также материалы полевых сборов. И музейные сотрудники почему эта заявка попала в номинацию технологии и инструменты, музейные сотрудники решили отзвоить как раз искусство режиссуры среды при построении экспозиции и предложили пройти посетителю путем страстного исследования, путем сыщика почувствовать себя исследователем, который находился в тех таежных экспедициях или исследователем в лабораториях. Стоит также сказать про целевую аудиторию проекта, это конечно же школьники и данный подход, данный детективный жанр, он удачно подходит к тому, чтобы пробуждать в них этот интерес. Еще раз повторюсь, здесь вот этот детективный жанр режиссура выставки в этом жанре, построение экспозиции в этом жанре и стала той новой технологией, которая помогла Хабаровскому музею, Хабаровскому Кривическому музею Градекова раскрыть тему ключевого энцефалита по-новому. Также стоит обратить внимание, что музейные технологии и инструменты могут заключаться не только в экспозиционном языке или выставках, но, как я уже отметила, и в дизайнерских приемах с афишей, но также и в образовательных практиках. Тут небольшой наш маленький чек-лист. Презентация также будет рассылаться, забыла в самом начале сказать, всем зарегистрированным участникам, и при подготовке вашей заявки вы можете сверяться с вашей заявки с данными подсказками. И самое сложная номинация номинация «Новые вызовы». Проекты, в которых музей действует в пространстве социальных задач, выступает инициатором положительных изменений в общественной и профессиональной среде, становится центром гостеприимства для различных групп. Важно помнить, что музей, который подает заявку в данную номинацию, он должен быть готов формировать социокультурную повестку на своей территории. В этой номинации рекомендуется принимать участие музеям, которые могут четко сформулировать свою миссию, и это должен быть музей, который имеет стратегию своего развития на ближайшие несколько лет. Это музей, который понимает, кем он хочет быть в будущем и идет постепенно к этой цели. И вот данный проект это будет одним из таких тактических шагов для достижения своей стратегии. Также подразумевается, что музей должен стать лидером в проблемном поле, в котором он работает. например, с точки зрения вызовов в профессиональной музейной сфере или в социальной сфере какие-то социальные проблемы, с которыми музей считает, что он может быть лидером. И вот это социальные вызовы на территории присутствия музея. Музей должен четко осознавать свои ресурсы, которые необходимо будет задействовать для решения поставленных задач. Без этого понимания проект в данной номинации будет очень сложно реализовывать. Какие проекты можно реализовывать в данной номинации? Это проекты, формулирующие актуальные социально значимые задачи, проекты преобразования моделей работы музеев и развития музейных профессий в соответствии с требованиями времени. Это включение музея в развитие туристического потенциала территории культурного лидерства меценатства, участие в социальной адаптации различных общественных групп для улучшения качества их жизни и раскрытия их социального творческого потенциала. Здесь необходимо сказать о том, что это также могут быть проекты, которые направлены не только вовне, не только в социокультурную среду, но и вовнутрь музея. То есть это проекты, которые без перестроения уже существующей структуры музея он не сможет решить социальные задачи, которые предлагает решать ему общество или которые он хочет решать сам или ему необходимы их решать. И снова мы обращаемся к вопросу, на который необходимо будет заполнить, на который необходимо будет ответить при заполнении заявки на портале фонда. Здесь хочется сказать, что это вообще не вопрос, не только формальное обоснование, почему вы подаетесь данную номинацию, но и такая некая помощь для вас. Чем честнее вы ответите на данные вопросы, тем проще будет вам самим понять, подходите ли вы к данной номинации, а также провести даже дополнительную оценку и анализ ваших ресурсов проблемного поля, с которым вы собираетесь работать. И переходим к проектам. Проект «Порядок из хаоса» Пермского краеведческого музея. Проект победил в конкурсе в 2020 году руководитель Сергей Островский. И «Порядок из хаоса» это проект, направленный на исследование музейной аудитории и поиск кросс-маркетинговых моделей обмена аудиториями между филиалами музея. В рамках проекта прошли исследования, благодаря которым пермские музеи и другие учреждения культуры получили портретную галерею своей аудитории. Вот как раз на фотографии это слайд из это картинка одного из портретов, которые были выявлены в ходе исследования, портретов аудитории Пермского округлического музея. Музей также получил, разработал механизмы, позволяющие отработать приемы по привлечению и по удержанию потенциальных аудиторий и совершенствовать как раз обмен аудиториями, практику обмена аудиториями между своими филиалами. В рамках в ходе реализации проекта музею стало понятно, это было одним из незапланированных результатов, что все эти процессы работают с аудиториями, они в том числе завязаны и на внутренние процессы организации. Головной музей начал работать с мотивацией филиалов, с мотивацией сотрудников в данном, в его филиалах проводить обучение по сервису и гостеприимству для сотрудников охраны, для сотрудников КАЦ, для гардероба и для других сотрудников, которые являются первой линией, то есть непосредственно связаны с работой с посетителем. Результаты проекта опубликованы на сайте Пермского краеведческого музея, с ними можно ознакомиться и также стоит сказать, что результаты этого исследования они стали компасом для музеев с широкой сетью филиалов. Команда смогла создать как раз вот эту систему, где филиал становится как целой единицей, но в том числе он и не выпадает из общего бренд бука и даже имеет свою идентичность, и даже у него появилась своя идентичность. Также в этом исследовании показано, как краеведческому музею, как отдельному профилю музеев, как краеведческий музей может проводить вообще исследование аудитории. И он стал таким, как я уже сказала, действительно подспорьем в этой сфере для краеведческих музеев с развитой филиальной сетью. Здесь Пермский краеведческий музей выходил, работал с запросом, которым он обладал в профессиональном смысле для улучшения работы себя с аудиторией. Но в том числе и благодаря этому проекту он смог перестроить самого себя. Поэтому он и является отличным примером того, какие проекты подаются в номинацию новые вызовы. Проект «Только не я». Проект для подростков, столкнувшихся с опытом травли. Проект реализовывался в Государственном музее истории российской литературы имени Даля в Москве. Проект был победителем цикла 2019 года, руководитель проекта Ксения Белькевич. Проект представлял возможность подросткам, родителям и учителям увидеть проблему травли с разных сторон и вместе нащупать способы ее решения. Участники узнали о возможных путях профилактики буллинга, познакомились с полезными психологическими и юридическими программами, потому что музей привлекал специальных психологов, консультантов к данной работе. Также аудитории музей помог осмыслить свой опыт с помощью текстов, перформансов, выставочных проектов. Также в сопроводительные мероприятия к этому проекту было очень много театральных постановок, но в 2019 году не было еще номинации «Новые вызовы», и на тот момент музей впервые работал как остро социальной темой буллинга, так и впервые для себя применял театральные технологии. В рамках проекта было три направления. Это книжный клуб для подростков, где участники читали, обсуждали книги, связанные с темой возрастления, ностальгии по детству, принятие себя и о музыке в том числе. После занятий каждый участник заполнял свой рукописный журнал о мыслях и об образах, связанных со своими переживаниями с темой буллинга или с тем, что он услышал на занятиях. Проводились выездные сессии в школах и арт-мастерские. В арт-мастерских подростки разработали выставку и написали пьесу. На выставке были представлены объекты, музейные предметы из фондов литературного музея Даля, которые так или иначе по мнению подростков были связаны с темой буллинга. И во время театральных постановок все эти театральные постановки также сопровождались психологом и с помощью театральных постановок музей как раз и работал с эмоциями, которые необходимо было прорабатывать вместе с подростками когда музей говорил о теме буллинга. Почему новые вызовы? Потому что проект выводил музей из зоны комфорта и становился проводником в диалог с посетителями на тему травли. Помимо этого музей в том числе был сам участником данного диалога в котором подростки могли доверить свои страхи и переживания команде проекта. Команда проекта создавала творческую и в том числе психологически комфортную среду для снятия напряжения агрессии и помощи выхода из изоляции. он стал таким в том числе для подростков терапевтическим. И следующий проект это проект Средиземья картина мира и карта местности. Проект реализуется Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой имени Молчанова Сибирского. Проект победил в шестом цикле конкурса в 2022 году автор проекта Сулейманова Лариса. Целью проекта стояла опробировать новые формы интерпретации кривических знаний посредством работы с вычленением этого кривических знаний из литературы и эпоса. С одной стороны это история про то, что библиотека применяет музейные средства и по сути выходит из своего из своей зоны комфорта. С другой стороны это история про то, как библиотека работает с содержанием книг с местным эпосом и через этот эпос и через это литературное наследие работает и выстраивает разговор о локальной идентичности. команда проекта поставила перед собой задачу картировать разные сообщества, которые находятся в Иркутске, городские сообщества и как раз объединить их под одной литературной тематикой, объединить их в разговоре о литературе. Команда в настоящий момент проект реализуется, команда проводит картирование городских сообществ, выясняет кто эти люди, создает портреты этих людей и как я уже сказала, работает в направлении объединения этих сообществ. Опять же повторюсь, почему новые вызовы, потому что номинация, потому что библиотека выходит за собственные рамки и применяет на себя музейные формы работы с наследием. Она вторгается в социокультурное поле, начиная форму с локальной идентичности, начиная разговор о локальной идентичности через литературные практики. Одним из социальных вызовов, который библиотека пытается решить. Это разговор о начале формирования этой локальной идентичности. Возвращаемся к нашему маленькому чек-листу. И новые вызовы для вас, если ваш проект формирует, привлекает внимание к актуальным социально значимым задачам, предлагает формат участия музея в их решении, выступает инициатором положительных изменений в общественной и профессиональной среде, предлагает новые модели развития музеев, участвует в социальной адаптации различных групп для улучшения качества жизни и обеспечивает включение музея в развитие территории. Еще раз хочется напомнить вам о прекрасном ресурсе, где можно посмотреть все описания всех проектов. Это музейный форум музейный гид 2022 года и 2023 года благотворительного фонда Владимира Потанина. Также в завершении хочется обратить внимание на критерии оценки проектов. Здесь мы видим, что одним из критериев оценки вашей заявки будет являться в соответствии выбранной номинации. Еще раз повторюсь, что заявку лучше начинать писать уже сейчас и к декабрю, к середине декабря, когда она у вас уже будет готова, вы можете ее перечитать и понять, подходит ли ваша заявка к той номинации, которую вы выбрали изначально. А дальше обратиться к принципам и правилам конкурса и, возможно, при необходимости поменять вашу номинацию. Также хочется еще раз напомнить, что для всех заявок существует критерий оценки проектов, это партнерский потенциал, но именно в номинации сетевые партнерства это чуть ли не решающее значение будет играть этот партнерский потенциал, потому что в данную номинацию вы не можете подаваться не имея партнера. И еще раз напомню, что доноры СМИ, предоставляющие платную рекламу, администрация и учредители, они не являются вашими партнерами. Вам необходим партнер, который будет готов делиться своими ресурсами и работать и обладает той же самой целью и желанием решать ту проблему, которая находится в пере ваших интересах. Где можно получить консультации? Консультации можно получить по контактному телефону, который вы видите на слайде, по электронной почте. Также я обещала вам показать сообщество ВКонтакте. Здесь есть как ссылка, так и QR-код, по которому вы можете прийти и подписаться на социальные сети конкурса Telegram и WhatsApp только для сообщений. Telegram канал конкурса, там будут публиковаться дайджесты, анонсы всех будущих вебинаров и вся другая полезная информация, которая пригодится вам для подготовки вашей заявки. рекомендую звонить нам, потому что иногда голосом проще обсудить какие-то вопросы. И также хочу сказать, что мы не можем рекомендовать вам подаваться в ту или иную номинацию, выбор может быть только за вами. Благодарю вас за ваше время, уделенное нашему вебинару, и еще раз приглашаю вас зарегистрироваться на наши последующие вебинары и принимать участие в конкурсе. Да, и коллеги, пишите, пожалуйста, вопросы, если у вас остались. Мы пока сейчас ответим на те вопросы, которые уже поступили. Они частично относятся к вебинару по номинациям, частично общие, и будем идти последовательно, чтобы никого не упустить. На часть вопросов мы в чате уже ответили, но проговорим голосом для тех, кто не видит нашу переписку в чате и кто будет смотреть этот вебинар в записи. Скажите, пожалуйста, в софинансирование можно включать деятельность партнеров, монетизация работ, или софинансирование это только прямое финансовое вложение. В софинансирование вы можете добавлять любую партнерскую деятельность, волонтерскую деятельность, какие-то дополнительные ресурсы, не вашей организации, которые вы используете для реализации проекта. Поэтому софинансирование это достаточно подробная история. И более подробно про софинансирование мы тоже поговорим на практике, на практику про бюджет, и там вы сможете тоже и свои точечные вопросы какие-то задать, и мы разберем какие-то более конкретные ситуации. Можно ли следующий вопрос к целевой аудитории отнести сообщество, например, Пастернаковеды, Цветаевоведы, например, или все-таки более правильно расписывать пол, возраст и даже род деятельности. Обращу внимание, что здесь целевая аудитория тоже может прописываться очень по-разному и корректно будет указывать какую-то конкретную группу аудиторий. Только всегда думайте про то, что это не должна быть, это может быть какая-то достаточно узкая группа, но тогда вы сами соответственно ограничиваете как-то и свою целевую аудиторию. То есть про это мы тоже поговорим на уже ближайшем практику в пятницу по составлению заявки. Там вопрос про целевую аудиторию и как ее прописывать, как можно, как вы готовы прописать, тоже будем обсуждать и говорить с вами. Был вопрос про то, Таня, к тебе адресую, что значит, что технологии должны быть применимы в других музеях. В самом проекте должен быть заложен процесс передачи технологии другим музеям или не должен. Либо я могу ответить. Я отвечу, если что, поправь меня, пожалуйста. Имеется в виду, что эта технология должна быть тиражируема по своей сути. то есть ваш дружественный или какой-нибудь другой музей придет, ваши коллеги придут на вашу выставку, увидят, как вы представили ту или иную тему, раскрыли тот или иной музейный предмет. И здесь важно, чтобы они могли также повторить, скажем так, у себя. Да, ну, например, это часто вызывает тоже там какую-то другую другого рода конкуренцию, потому что когда вот реализовывался проект Божов Огород в Сесерте, то коллеги прямо так переживали о том, что вот с огородами после того, как они запустили проект и стали говорить, стали работать и другие городские площадки, и другие организации. То есть это стало в какой-то степени мейнстримом. То есть они, по сути, задали некий тренд, запустив свой проект и показав, что эта технология интересна аудитории и с ней тоже можно работать. Может ли библиотечная система принять участие в конкурсе с созданием экспозиции для краеведческого отдела библиотеки? Здесь нужно обязательно смотреть устав вашей организации. Если в уставе библиотеки есть деятельность по сохранению культурного наследия или музейная деятельность, или в структуре вашей организации есть музей как структурное подразделение, в этом случае библиотека может принимать участие в конкурсе. Для того, чтобы проверить уставы, мы все-таки всем рекомендуем отправлять их на нашу электронную почту для того, чтобы увидеть, и у вас не было сомнений, что вы точно можете участвовать. Большинство библиотек этим условиям соответствуют, поэтому они могут участвовать. Татьяна приводила в том числе пример победителей из библиотечной сферы. Тоже вопрос по тому, кто может участвовать, может ли принять участие в конкурсе музея 4.0, ВУЗ, с музеем, которого пока не существует. Есть команда, желание его создания и понимание, что он у себя должен представлять, из чего будет составлять, какие технологии, какие аудитории может объединить на своей базе, чем будет полезен территории. То есть здесь вопрос про, я так понимаю, чисто возможность участия. Если в уставе, опять-таки ВУЗа, есть музейная деятельность или деятельность по сохранению культурного наследия, или у вас есть положение о музее, возможно, другом музее, который будет выступать таким организацией заявителей, то есть корневой структурой, то есть пока есть другой музей, но нету того нового, который вы хотите создать. Но на базе того музея, который уже существует, может быть в том числе создан и какой-то новый музей. Здесь самое главное наличие музейной деятельности в уставе организации заявителя, в вашем случае это будет ВУЗ, либо наличие вот такого дополнительного положения по структурному подразделению. То есть вы как раз пишете, что в ВУЗе есть музей истории университета. Наличие формулировки осуществления музейной деятельности будет достаточно, но самое главное, опять-таки, иногда это очень размытая формулировка, поэтому мы всем рекомендуем проверять уставы. То есть то, как вы пишете, если оно в буквальном смысле, то вы можете принимать участие в конкурсе, но все-таки положение об университетском музее или приказ о его создании к уставу организации тоже, пожалуйста, прикрепите для участия. Есть еще вопрос про образовательную школу, может ли она принять участие в конкурсе. На базе школы есть зарегистрированный историко-краеведческий музей, соответственно, вы к заявке прикладываете устав школы и совместно с уставом объединенный один PDF-файл прикладываете положение о этом вашем зарегистрированном музее или приказ о его создании. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы непосредственно по выбору номинаций? Может быть, важно что-то еще обсудить? Потому что выбор номинаций это на самом деле достаточно принципиальная история. От выбора номинаций, как сказала Татьяна, будет зависеть дальше в том числе, что вы пишете внутри заявки. Отлично, что вебинар был понятный. Спасибо всем большое за участие. Спасибо большое. И также не забывайте принимать участие в наших следующих вебинарах. вебинар. Спасибо. Спасибо.